Друзья, приветствую вас! С Божьей помощью и по Божьей милости мы сегодня начинаем изучать последнюю книгу Тора и пророков, пророка Малахи. Я не могу с уверенностью сказать, но является ли порядок расставленных книг в Писании Перстом Божьим? Я не знаю точно. Возможно, это да, но одно очевидно и можем сказать с уверенностью. Вся Тора и пророки есть в Слово Божие, изреченное, сказанное через пророков народу Божьему во все времена. Во все времена, особенно в наше время. Все книги священы в Писании, Писания, данные Бога, которые были изречены самим Богом к апостолу, к пророкам, к Моисею, они начинаются с таких вводных слов, как пророческое слово Еговы, или слово Еговы, сказанное через пророка, или откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, Теос. Другими словами, Господь Егов сказал, что или какое является его слово в видении перед тем, чтобы говорить к пророку то слово, которое он хотел сказать. Так начинается и пророчество, данное через пророка Малахи. Первый стих пророчества, слово Еговы к Израилю через Малахи. Снова, надеюсь, что уже не является как бы удивлением, однако же, нам нужно местоимение Еговы всегда читать не так, как переводится «Господь», «Господин», «Господин», хотя есть «Адона» это, или «Адон», но как переводится на все языки, практически почему-то игнорируется именно данное местоимение. Еговы, Яхвы, данный тетраграмм. И нужно всегда помнить, прежде чем идти и в это пророчество, и изучение этого слова, и дай Бог, чтобы он открывал, чтобы мы поняли истину, надо помнить, что есть только один Бог, который говорил к пророкам, «Господь» и «Еговам». Это совсем не лишнее, чтобы сказать. Другого Бога нет, никогда не было и никогда не будет. Он один, и всегда так было, есть и всегда так будет. Господь Егову есть начало и конец. Он творец неба и земли. Только Он знает, что будет задолго того, как это произойдет. К сожалению, наши поколения уже во множественном числе забыли Господа Егову. Бог стал сегодня в нашем понимании и в наших поколениях чем-то очень абстрактным, дистанк, отдаленным. Тот, который, в принципе, невозможно как-то объяснить, понять, потому что мы были оторваны от Его имени. Закон Божий во многих поколениях уже не является авторитетом для служителей, в первую очередь. И все служители давно уже не учат и не созидают народ Божий из закона. Однако, как Господь говорит, истинная закона вернется, и закон станет светом человечества. Но прежде служители должны вернуться к истине закона Божьего. Пророчество, данное Господом Еговой Малахи, обращено к Израилю. В этой книге нет упоминания об остатке ни разу. В этой книге упоминается об Юде, хотя это достаточно также не так, как об Израиле. Но так как это слово обращено к Израилю, скорее всего, оно обращено не к остатке, потому что нет ни разу об остатке, хотя косвенно однажды, далеко не в прямом смысле, мы придем в третьей главе и увидим это, но из-за того, что обращено к Израилю, то есть к народу Божьему, который унаследует не небо, а землю. Потому что это слово, данное через этого пророка, оно обращено служителям, священникам, которые унаследуют землю. Второй стих Господь говорит. «Я возлюбил вас», говорит Егово. А вы говорите, «В чем явил ты любовь к нам?» Господь говорит, «Не брат ли Исаа в Якову?» Говорит Егово. «Однако же я возлюбил Якова, и Исаа возненавидел, и предал горы его опустошению, и владение его шакалом пустыне». Все эти слова, это как бы Господь говорит, выражая и выдавая настрой народа. Не буквально слово или фразу, а именно то состояние, которое в народе. Яков и Исаав или Эдон, брат или два брата-близнеца. Но Исаав родился первым. Исаав продал свое первенство Якову, о чем очень сильно сожалел чуть позже, но ничего не смог изменить. Исаав — это образ верующего, определенная характеристика верующего, который продает свое первенство в истине взамен привлекательных и приятных учений, то есть компрометирует истину. Яков — образ верующих, который борется с Богом через непослушание и нарушение закона. Господь Егова дал закон Якову, то есть Израилю, который не был верен Богу и его закону. Но это также является образом собрания и всех церквей по всей земле со времен Христа и сюда, которые борются с Богом через упрямство и отказ повиноваться и ходить в Божьих законах и повелениях. Господь Бог показал свою любовь Якову тем, что дал ему закон, но не дал его Исааву. Снова две характеристики верующего. Они оба брата, родные брата. Исаав характеризует то, что мы сказали, и Яков. Господь говорит, что он возненавидел Исаава, брата Якова. Почему? Потому что Исаав, то есть данная характеристика верующего, всегда компрометирует истину взамен каких-то парабиблейских учений, которые приятны на слух. Исаав, снова, это характеристика подобия таких верующих. Другими словами, Бог отвергает от своего присутствия верующих, которые предают первенство в истину. Те верующие, теперь, да, все ближе и ближе к более детальному. Те верующие, которые имели участь Духа Божьего, видели духовную истину в Писаниях, но потом изменили духовное толкование на плоское, то есть компрометировали ради людей, слушателя, мы про слушателей больше говорим сейчас, не войдут в кинью Божью и не унаследуют небо, то есть Царство Божие. Царство Божие есть Царство Духовное. И ничто плоское и беззаконно не войдет в него. Господь также говорит, я превратил горы его, то есть Исава, в пустыню и отдал его, удел его шакалам пустыни. Горы Исава, снова мы говорим о два брата. Исава — характеристика определенных верующих. Горы Исава — это все учения христианства сегодня, все ветви учения в христианстве. Господь Иегова уже превратил эти горы в пустыни. Каким образом? Не осталось ни одного праведника, ни одного верующего, имеющего участь Духа Божьего, который являлся бы частью этих учений. Наследие Иякова — это плотское, то есть похоть плоти, похоть отчая и гордое житейское, которое не от отца, но от мира сего. Настоящие сыновья и дочеря Божии, или Авраама, описаны в Иоаннеле Атмофея, 5-6-7 глава. Помните, блаженные, алчущие и жаждущие, праведности, смиренные, и так далее. Список, вы можете прочитать эти главы и сделать образ сыновей и дочерей Божьих. Все учения сегодня во всем христианстве, все учения во всем христианстве без исключения исчезнут и заменятся истиной по Писанию, по всей истине Закона Божьего. Господь говорит, если Эдом, или когда Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Иегова Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. Они и призовут их область беззакония или предел беззакония народом, на который Иегова прогневался навсегда. Эдом также представляет всех верующих, живущих по своим законам, а не по закону Божьему. Такого верующего или такой верующий называется беззаконник. Беззаконие обычно так легко не победить. Плоской человек всегда возвращается к беззаконию, потому что он не может быть ведом Духом Божьим. Чтобы руководствоваться Духом Божьим, вы должны повиноваться и послушать, исполнять, то есть истине, и исполнять Божьи заповеди. Об этом опять же не нужно большой акцент ставить, потому что все прекрасно понимаем. «От Христа до наших дней Эдом наполнил всю землю беззаконним». То есть верующие наполнили человечество псевдоистиной, законом и заповедем по человеческому преданию, как написано в Висании, а не по духу закона Божьего. Поэтому человечество сегодня развращено и беззаконие царит на земле. И сегодня на самом деле можно ну очень явно в принципе увидеть, насколько беззаконие стало на пьедестал трона выше всех и проявляет себя в таком ну не только наглом, а очень дерзком виде и выдает себя за истину и заставляет даже, принуждая всех остальных становиться таким же. Культура беззакония, который сегодня есть во всех церквах и во всем мире, данная культура полностью противоположна культуре Царства Божьего, то есть культуре праведности. Поэтому Господь навеки истребит беззаконие земли и навеки отвергнет от себя или от своего лица всех, кто жил и творил беззаконие. Поэтому Господь Иисус сказал, что все делающие беззаконие будут удалены от него. Пятый стих Господь говорит, и увидят это глаза ваши, когда это произойдет, то, что мы только что сказали, вы скажете, возвеличился Иегова за пределами Израиля. Господь Иегов истребит беззаконие с земли, и тогда он будет прославлен всем человечеством, а не только Израилем. Это означает, что будет прославлен за пределами Израиля. Другими словами, человечество на тот момент, скорее всего, это поколение и поколение пройдет, станет Божьим народом, который будет ходить по его заповеди. Господь говорит в 6 стихе, «Сын ждет отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоволение предо мной?» То есть здесь слово «Адон». Говорит Иегов «Вам, священники, презирающие имя мое». Вы говорите, «А как мы презираем имя твое?» Давайте, как бы, вопрос и данный стих очень понятен вроде бы. Однако, почему-то какой-то абсурд происходит и среди многих верующих. Давайте посмотрим. «Что характеризует сына, который почитает или чтит своего отца?» Очень просто. «Повиновение слову отца, исполняя заповеди отца. Как раб чтит своего господина? Тем, что он не нарушает слово господина своего, слушая и делая в точность именно то, что говорит ему делать его господин, его хозяин. Господь Иегов обращается ко всем служителям во все времена и особенно в наши времена говоря. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где страх предо мной, то есть перед моим словом, перед моим законом? Сегодня все служители и священники заявляют, что служат Богу, исполняют и повинуются Его заповедям. А на самом деле, на самом деле, де-факто, все живут и действуют так, как считают правильно. Сегодня лишь малый остаток вернулся к истине закона Божьего. И это даже частично, потому что мы еще видим сквозь тусклое стекло. А остальные живут в беззаконе и непослушании заповеди Отца. Закон Божий есть Слово Небесного Отца и заповедь Всевышнего Господа. Так было, так есть и так всегда будет. Как можно, исходя из этого, как можно говорить, что кто-то служит Богу, если он даже не знает, а в чем заключаются Божьи заповеди. Господь Иегова дал праведный, святой, совершенный, благой и добрый закон. Истина закона формирует в верующем праведный, кроткий и смиренный характер. Он дает ему мудрость и радость. Закон Божий слаще пчелиного сота. Тот, кто находит истинный закон, находит счастье, жизнь и мир. Я надеюсь, что вы не приписываете эти слова говорящему, потому что все эти слова вы можете найти их в Писании. Но плотской верующий не видит истину закона. И поскольку он видит только эти тени, вещей в законе, он отвергает их как что-то бесполезное. И понятно, что голубя принести в жертву или агнца принести в жертву или ту муку лучшую муку, оно как бы не имеет смысла сегодня. Но верующий должен сначала признать, с чего начинается, чтобы истина была открыта. Верующий должен сначала, особенно служитель, должен сначала признать, что закон свят и вечен. Свят и вечен. И тогда благой Господь начинает открывать ему истину в законе. Верующий говорит, мы сейчас увидим, что это означает. Верующий говорит, что боится Бога, но этот страх плотской, плотской страх. Он боится на самом деле наказания, как и любой другой человек на этой планете. Но Господь ожидает нашего страха в каком смысле? Страха перед Его Словом, послушания и уважения к тому, что Он сказал. Господь Иегова говорит всем служителям, что все они пренебрегают, презирают Его имя. Но кто бы согласился с этим, не так ли? Почему никто не согласен с этим утверждением? Особенно сегодня. Потому что сегодня никто даже не осознает, а что означает презирать Его, потому что мы не очень были связаны с этими словами. Давайте рассудим немного. Во-первых, служители больше не знают даже имя Божие, которое есть Иегова Господь, Иегова Воинств или Иегова Адона. Во-вторых, сегодня служители и священники больше не связывают имя Божие с законом. Ну, естественно, если мы оторвались от этого имени, мы поменяли это имя в другое, мы оторвали себя и от того слова, которое он дал, которое он описывает себя в законе. В-третьих, большинство служителей и священников служат от чистого сердца и наверняка 90%, или сколько бы их там не было, на самом деле служат от чистого сердца Богу и даже не могут себе представить, а каким образом они могли бы бесчестить имя Божий или пренебрегать имя Его, когда они делают от чистого сердца то, что делают. Но, с другой стороны, как бы не было, однако, не так уж и трудно понять. когда кто-то проявляет неуважение к другому человеку. Каким образом это происходит? Естественно, презирая то, что тот говорит, презирая то, как он думает, презирая то, каким он является, то есть его характер. То же самое и с Богом. Служитель презирает Бога, когда не подчиняется его повелению, когда он выдумывает то, что по его мнению считает, что Бог считает хорошим или плохим. Служитель презирает Бога, изобретая форму служения по своему усмотрению, а не по истине и не по установлениям, которые Господь оставил в своем законе. Служитель презирает Бога, когда толкует закон и пророчества согласно своему образу мышления, а не согласно Духу Божьему. Вот что Господь говорит в 7 стихе, «Как служителя презирает Бога? Тем, что вы приносите на жертвенник мой нечистый или оскверненный нечистый хлеб и говорите, чем мы оскверняем тебя? Тем, что говорите, трапеза или стол яеговы не стоит уважения или презираемо». Думаю, что вы заметили, что вещи, упомянутые здесь и в следующем стихе, исключительно взятые с законом. Чтобы понять, что Господь говорит, нужно понять, что Господь сказал в законе. Согласно закону, который дал Господь священникам, священники должны были ежедневно, утром и вечером, принести на жертвенник агнца без порока однолетнего, муку высшего сорта, как мы его называем, то есть хлеб, масло или аллей и немного вино. Это вечный написано и духовный порядок, но эти образы являются тень настоящих вещей, написанных в этих фразах. К примеру, хлеб, да, что написано как образ, хлеб символизирует чистое слово Божие, но слово закона, хлеб, упавший с неба, хлеб, который дал Господь с небом, который не смешанный с другими учениями. Снова, надо, чтобы мы понимали, что слово, которое Господь дал через всех остальных пророков, кроме Моисея, он дал им, чтобы вернуть народ к закону своему, к слову своему. А прямое слово, которое Отец дал как повеление, чтобы народ ходил в нем, это его закон. Жертвенник, жертвенник, есть образ посредника между человеком и Богом, то есть образ Сына Божьего. Итак, служитель имеет доступ к Богу только в том случае, если он облачится или оденется в образе Сына. Вы приносите нечистый хлеб на жертвенник, когда читаете Писание и толкуете его с точки зрения деноминации, доктрины или с точки зрения плотского мышления, согласно мышления плотского человека, но зато верите, что это то, что Господь Христос учит. Как сегодня служители презирают трапезу, то есть стол Господень и даже не осознают этого. Лучшая мука, еще раз, символ чистой истины Божьего закона, Божьего закона. И как презирают? Сегодня практически все служители презирают закон Божий, отвергают его и говорят, что закон был дан евреям в истории и он уже исполнил свое предназначение. Сегодня учат, что закон нужен был до времени, то есть до Христа и не признается, что до Христа истина закона была сокрыта. В действии тогда была только тень закона, как объясняет апостол Павел, но Господь Иисус явил нам истину закона и его благодать. Когда служитель сегодня проповедует во имя Христа, так сказать, оделся во Христа, то есть именем Христа, во имя Христа, но не соответствует истинность закона, он приносит нечистый хлеб на алтарь Божий. Господь Иегов говорит, и когда приносите, понимаете, то есть поочередно сначала хлеб и следующее снова порядок, который написан в законе. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это, и когда приносите хромое и больное не худо ли это, поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Иегова Савао. Снова вещи взяты из закона. Агнец без порока представляет собой ежедневную жертву, которую священники должны приносить утром и вечером. Агнец олицетворяет служителя, который жертвует собой, чтобы служить Богу по образу Сына. Агнец без порока есть образ Господа Христа. Снова, не просто Агнец без порока, который мы себе можем его представить. Есть только один образ без порока, Агнеца без порока. Служитель в образе Агнеца, который слепой. Это когда служитель тот судит о вещах иначе, чем образ мышления истины закона Божьего. Служителя всегда должны были помнить, и мы всегда должны помнить, служитель не имеет права на собственный образ мышления. Он все должен судить с точки зрения истины закона, мишпатом. Он все должен рассудить, судить, он должен расценивать не со своего точки зрения, а с точки зрения Божьего, то есть с точки зрения мышления закона, потому что там есть ответ. Служитель хромой — это тогда, когда вера служителя, ну и верующего, конечно, служителя, основывается на учениях людей, а не на истине Божьего закона. Потому когда ветер подул, какой-то поднялся человек и начинает учить, он принимает и это учение. Когда другой ветер подул, он и туда идет. Какой-то теплый ветер пришел, и он и это принимает. И это называется ноги не иметь постоянными, но всегда хромать, как бы иногда даже на обе ноги. Служитель больной — это когда он думает, чувствует и служит по-человечески, а не по стандартам закона Божьего. Такие служители не угодны небесному Отцу, и они будут отвергнуты от его лица. Израиль, потому что на этом мы завершаем сегодня, это был последний стих. Израиль — это дом Божий. Сегодня Бог не является царем в своем доме, потому что его дом, его народ — отверг закон. Возвращение сыновей Божьих вместе со статком, конечно, будет перекрестком, так сказать, если хотите, пробуждением для Дома Божьего, то есть для Израиля, для всего народа Божьего, к возвращению к истине закона. Милость Божия пребывает во век. Руины, в которых находится сегодня Дом Божий, неописуемы и несравнимы с теми руинами, в которых находился народ Божий в первом пришествии Господа Христа. Но Господь по милости Своей подымит Свой народ даже из этих руин. Так что да поможет нам, благое Господь, открыть истину, которую Он говорил и через пророка Малахи, или Малахи, потому что это слово, снова, Господь ничего не делает, прежде чем сказать, это в Амосе написано, прежде чем сказать рабам своим, что Он собирается делать. Слово, написанное в пророке Малахи, обращено к священникам, которые будут священниками перед народом на земле, и Господь открывает те истины, которые относятся именно к служению этих служителей. Так что с Божьей помощью откроем, если Господь, конечно, позволит, и откроет нам глаза увидеть истину, откроем с Его помощью, что Он сказал и что Он оставил, и да поможет Сам Господь в этом. Благословения вам, увидимся через неделю.